Книга открытым оком, 18 том, тема мусульманства, вопрос 3228. Неужели жившие в 7 веке христиане не встречались Магомету? Почему же он стал воевать против учения о троице? Отвечает Игнатий Тихоначелапкин. Очень даже похоже, что кроме еретиков-манихеев и нестериан и зороастрийцев, ему никто на пути не встречался. А истинные христиане, они по кельям сидели, созерцанием своих грехов занимались. А Магомет мог быть истинным пророком для Иеговы, быть апостолом в пустыне. А ныне читаем в Коране, 4 сура, 163 аят. Мы ведь открыли Тебе так же, как открыли Нуху и пророкам после него. И мы открыли Ибрагиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Якубу, и Коленам, и Исея, и Яиубу, и Юнусу, и Харуну, и Сулайману. И дали мы Дауду псалтырь. 164 аят. И мы отправили посланников, о которых рассказывали Тебе раньше, и посланников, о которых мы не рассказывали Тебе, а Аллах говорил с мусор разговором. 171 аят. О обладателе Писания. Не излишивайте в вашей религии и не говорите против Аллаха ничего, кроме истины. Ведь Мессия, Иса, сын Мариям, только посланник Аллаха и его слово, которое он бросил Мариям и дух его. Веруйте же в Аллаха и его посланников и не говорите три. Удержитесь, это лучшее для вас. Поистине Аллах только единый Бог. Достохвальнее он того, чтобы у него был ребенок. Ему-то что в небесах, и то, что на земле. Довольно Аллах как поручители. 172 аят. Никогда не возгордится Мессия над тем, чтобы быть рабом Аллаху, не ангелы приближенные. А кто возгордится над служением ему и вознесется, тех собирает он к себе всех. 5 сура, 82 аят. Ты, конечно, найдешь, что более всех людей сильны ненавистью к уверовавшим иудеи и многобошники. И ты, конечно, найдешь, что самые близкие по любви к уверовавшим, те, которые говорили, мы христиане. Это потому, что среди них есть иереи, и монахи, что они не превозносятся. 5 сура, 110 аят. Вот скажет Аллах, о Иса, сын Мариям, вспомни милость мою к тебе и твоей родительнице, когда я подкрепил тебя духом святым. Ты говорил с людьми в колыбели и взрослым, и вот научил я тебе писанию мудрости. Торе, Евангелие, вот ты делал из глины подобие птиц с моего дозволения, и дул на них, и становились они птицами с моего дозволения. И ты изводил мертвых с моего дозволения. Вот я удержал сынов Израила от тебя, когда ты пришел к ним с ясными знамениями. И сказали те, которые не уверовали из них, это только очевидное колдовство. 5 сура, 101 аят. И вот, ну, шил я апостолам, уверуйте в меня и в моего посланника. Они сказали, мы уверовали, свидетельствуй, что мы предались. 112 аят. Вот сказали апостолы, о, Иса, сын Мариям, может ли твой Господь низвести нам трапезу с неба? Он сказал, бойтесь Бога, если вы верующие. Они сказали, мы хотим поесть с нее и успокоиться наши сердца. И будем мы знать, что ты сказал нам правду, и мы будем о ней свидетелями. И сказал Иса, сын Мариям, «Аллах, Господи наш, низведи нам трапезу с неба, это будет праздником для первого из нас и для последнего и знамением от тебя. И даруй нам удел, ты лучший из дарующих уделы». 115 аят. Сказал Аллах, я не спошлю ее вам, но кто еще из вас будет потом неверующим, того я накажу наказанием, которым не наказываю никого из миров. 116 аят. «И вот, сказал Аллах, о Иса, сын Мариям, разве ты сказал людям, примите меня и мою мать двумя богами, кроме Аллаха? Он сказал, хвала тебе, как можно мне говорить, что мне не по праву? Если я говорил, ты это знаешь, ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя в душе, ведь ты ведущий скрытое». Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Колоссянам 2, 9. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Иоанна 5, 18. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим назвал Бога, делая себя равным Богу». Послание Филиппийцам 2, 6. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Стихотворение. Непреодолимый барьер на все века между душой и телом, то есть плотью, сойдутся на молитве лишь слегка, а так одно другое может жадно слопать. Непримиренные еще с давнишних пор, когда Адам хотел свободы, не хотелой. Бог вымел первую чету, как ссор, душа осталась вечной смертным телом. Года века, затем тысячелетия, душа грузнела, никла и слабела, братаясь телом, моментально слепла, и человек бессмертный превращался в тело. От тела знаем глина и земля, вернее, прах ничтожный, скоротечный. Считал, раскаиваться ни в чем, ну и зря, и видел в ноготе совсем прикрыться нечем. Душа ввергала тело на мытарство, служанка тела стала госпожой, на трон рвалась душа к земному царству, тотчас для неба делалась чужой. Невыносима чашка темнота, ее оковы гнули и пророков, всем приходилось в чашке срок мотать, высчитывать события и сроки. Легко сказать, как чашка ожидания, амнистия зарей приходит к Иоанну. Из рва сухого тот росток восстанет, испачканных омоет в Орданской бане. Душа за телом слитно поплелась, расслышала глаз Бога и Еговы, признала над собой Христа благую власть, позволила разбить грехов оковы. И ныне ум и тело и душа осмысленно поют хвалу Иисусу. Душе юнеть, а плоти же ветшать, на страшном судище душа и плоть сольются. 2006 год, Игнатий Тихон-Челапкин.